Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне выпала большая честь принять участие в замечательном проекте нашего театра стихи, посвященные Великой Победе. Я прочту два стихотворения поэтов-фронтовиков. И первое из них – это знаменитое стихотворение Константина Михайловича Симонова «Жди меня». Как говорится, даже если бы он больше ничего в своей жизни не написал, одного этого стихотворения достаточно, чтобы навсегда остаться в народной памяти. Итак, Константин Симонов «Жди меня». «Жди меня, и я вернусь». Только очень жди. Жди, когда наводят грусть Желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Пусть, не желая добра, всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино напомин души. Жди, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, Ожиданием своим да спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. И еще одно стихотворение замечательного поэта-фронтовика Бориса Слуцкого. Оно называется «Память». И, по моему мнению, очень рифмуется со стихами Симонова, потому что рассказывает о верности и горе женщин, чьи мужья погибли в той страшной войне. Итак, Борис Слуцкий, «Память». Я носил ордена, после планки носил, после просто следы этих планок носил, а потом гимнастерку до дыр износил и надел заврядный пиджак. А вдова Ковалева все помнит о нем, и дорожки от слез – это память о нем. Сколько лет не забудет никак. И не надо ходить, и нельзя не пойти. Я иду, покупаю букет по пути. Ковалева Мария Петровна, вдова, Говорит мне у входа слова. Ковалева и Мария Петровна в ответ Говорю на пороге «Привет». Я сажусь, постаравшись к портрету спиной, Но бессменно висит надо мной Муж Марии Петровны, мой друг Ковалев. Не убитый еще, жив-здоров. В глинцевитый стакан наливается чай, А потом выпивается чай невзначай. Я сижу за столом, я в глаза ей смотрю, Я пристойно шучу и острю, Я советы толково и веско даю У двух глаз, у двух безд на краю. И утешив Марию Петровну, как мог, Ухожу за порог. Вот и все. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя И до встречи в нашем театре.